Ну, данный доклад носит, в неком смысле, предварительный характер и дискуссионный, поскольку, с одной стороны, можно сказать, что очень глубоко и серьезно моделирование телескопа я не занимался, а с другой стороны, обойтись без этого невозможно, если мы хотим понять, какой же сигнал попадает на ячейку СЭП, и что с ним можно дальше делать. Итак, телескоп «Бумеранг» собирает волну падающую, он состоит из трех зеркал, его модель, собирает волну, в фокальной плоскости у нас рассчитывается, получается, дифракционное пятно, вот оно около 4,3 мм, и, собственно, это, в какой-то мере, пятно служит основой для того, чтобы под него подстраивать маслицу полометров и поглощать этот сигнал. А можно немножко вернуться назад на этот рисунок, вот, где-то цифра 4,5 мм, значит, она определяется в фокусе, вот такой, вот такой, вот такой, да? Да. Здесь ограничивающая апертура, это, скорее, третье зеркало, диаметром 100 мм, у которого 330 мм в окружной расстоянии, вот оно наиболее критично. Ну, собственно, программа, например, Zemax, используется программа Zemax, определенной, открытой версией, которая считает все апертуры, но критической является третьей. Ну, вот, если рассчитывать на апертурах, вот, связанные с основным зеркалом, вторым зеркалом, это не так. То есть, а топология взята прямо из бумеранговской зеркалов? Да, вот я как раз, кстати, перешел. Вот топология бумеранговская, один из рисунков топологии, то есть, размеры зеркал, фокусные расстояния, взяты оттуда. Ну, я не гарантирую, что эта модель именно на 100% полностью совпадает, поскольку здесь тоже данных не всех хватает. Вот все, что описано в диссертации Монтрое, в статье Мази, вот в этом рисунке, я использовал. Их цифры, их размеры, их вокальные расстояния, они были использованы, поэтому... Сейчас, была последняя от них картинка, недавно, это месяц назад. Она дошла до вас, это у нас? Последний месяц назад не дошла. То, что присылал Павлов после моего... А, может быть, вот эта вот, если, вот эта картинка, это дошла. Но это было два месяца назад, по-моему. Да, два месяца назад. Мы считаем металлические отражающие. Поэтому, еще раз, здесь сейчас я не претендую на то, чтобы рассчитать прям телескоп и его сделать. Здесь цель другая немножко. Посмотреть, что же этот телескоп создает нам на фокальной плоскости, где стоят ячейки. Телескоп надо рассчитывать более, видимо, с более точными исходными данными. Но в этом смысле программа Zemax использовалась. Здесь всей этой компанией, вот описана ссылка в статье Mazim, в Андроя и других. Именно эта программа, но также и программа КОДВ аналогичная, ими использовалась для расчета поляризации и для расчета других. Поэтому это, кстати, единый такой носительный аппарат. Значит, дальше мы можем поставить линзу перед фокальной плоскостью, диаметром, например, 4 мм линза, выпуклая из кремния, которая собирает лучи и фокусирует их на задней стороне подложки. Дальше ситуация обрывается, то есть отраженных волн, резонансов, квазиоптика, которая используется при расчетах в этой программе, она не показывает. Поэтому электродинамические результаты, конечно, отличаются. Вот пример петна. Это вот как бы 4 мм петно в воздухе. В кремнии линза, оно сжимается до 1,3 мм, и это, в общем-то, дифракционный предел. Вот если мы посмотрим обе картинки для воздуха и справа для кремния, вот здесь незаметно, но слились две картины. Одна для дифракционного предела, а другая для нашей системы. Фактически они совпадают. То есть дальше мы сжать не можем. Соответственно, все, что можно было с этого телескопа, и линзы уже получены. В этой, как бы, оптической системе. Вот сечение этого фокального пятна для воздуха можно в таком виде подставить. Ну, теперь, значит, сравнение с расчетом по форуму. Собственно говоря, есть формула, поскольку это дифракция фрунгофера на круглом отверстии, в другом диаметре, то она рассчитывается через функции Веселя. И, значит, расчеты по функциям Веселя проведены. И получаются фактически, ну, практически те же кривые. Там разница в 5% по ширине 2 грамма пятна между расчетом по этим форумам. И то эти 5% могут отлить, зависит от того, какие исходные данные мы подставим. То есть, действительно ли там именно 100 мм фактическая ширина зеркала, а не 105 мм. Так они совпадают. Ну, вот тоже сечение, интенсивность в воздухе и в кремнии, в приведенном одинаковом масштабе, а в кремнии луч, конечно, хуже. Если мы электродинамически начинаем считать эту линзу в области, то картина качественно похожая, разница в 20-25% была по ширине луча. То есть, электродинамика дает нам больше расхождения, которые можно объяснить разными факторами. Во-первых, не идеальный, просветляющий слой на линзе есть, но не идеальный. При всех оптических расчетах в Земах все считают, что он идеальный, конечно, апертура выставляется правильная, здесь не идеальный. Края линзы размером с полволны излучают вбок и влияют, то есть, они теряют часть мощности. Смитрий, а почему вы именно такую линзу взяли? Известно, что наиболее... В качестве примера это такая линза, да? Да, что обычно используют электрическую линзу или там, скажем... Ну, здесь тоже мы смотрели электрические и сферические линзы. Чуть инее. На самом деле, пока что мы говорили. Логальная плоскость, это будет вылетать с другой стороны, естественно. Это в обратной... Нет, здесь это в обратной стороне. Считались и примеры другие, когда сзади... А, кстати, здесь этот пример, по-моему, сзади стоит кремний. То есть, это вот кремний похоже. Да, у меня идет вопрос, просто поясните. Люди привыкли, что линза, она как бы не сама по себе, а высекая структура, и когда поглощение, или что-то такое. То есть, видимо, у вас тут просто голая линза, на которую падает... Да, пока это голая линза, на нее падает волна. У нее перетяжка на задней плоскости может быть перетяжка, да? Вот здесь перетяжка фокусируется, да. Но, тем не менее, она излучает и дальше, да, что-то? Да, и она уходит дальше. Да, ну, естественно. Вот такая ситуация. Просто мы хотели сравнить, что дает линза... Так, в чистом виде. Да, в таком, в чистом виде. То есть, дальше стоит, если вот этот электродинамический расчет, дальше стоит поглощающий слой, с торцов тоже с поглощающей слой, то есть, волны, доходя назад, не возвращаются в этой ситуации. И, ну, в этом смысле можно сказать, что результаты, они качественно, ну, и там, где они в чистом виде, могут быть, они количественно совпадают с достаточно хорошей степенью точности. Там, где, действительно, результаты электродинамических расчетов, по идее, должны отличаться, они отличаются. Например, понятно, что вот этот край линзы, он работает иначе, чем дает квазиоптика, потому что здесь всего 4 длины волны укладывается на эту линзу. То есть, линза очень короткая, волна 857 микрон, а линза 3,8 миллиметра, примерно. Поэтому 4 волны, около 4 волны, естественно, влияние это... А, ну, вы как бы сказали, короче, там больше. Что? Ну, при этом, это, все-таки, у вас квазиоптика хорошо работает, а на внешней поверхности, естественно, полновая. Да, да. Ну, вот это снятая экспериментария численными расчетами в электродинамике напряженность электрического поля. Вот, если сравнить эти результаты, как бы расчет по формулам Бесселя и полученные числа результаты, вот здесь зеленым выделен тот прямоугольник, где они сопоставлялись. Ну, в принципе, они и дальше так и пойдут. То есть, будет минимум, то есть, ноль, потом смена полярности, и вот эти кривые дальше просто здесь не сняты, они получаются там. То есть, в принципе, качественно они совпадают, а количественно вот это максимума процентов на 20 в электродинамике ниже. Выясните еще, пожалуйста, разницу в методе расчета. Что? Выясните еще раз, представьте, исходное положение метода расчета. Исходное положение метода расчета. Электродинамический расчет падает, один из вариантов, падает плоская волна на линзу, линза имеет просветляющий слой, сзади подложка из кремния, ну, либо другой вариант, что сзади воздух, там, соответственно, пятно в воздухе будет. На шести гранях параллелепипеда поглощающий слой стоит, условия поглощения, племоделирования. Используется метод, сеточный метод FTD, то есть метод сеток во временной области. И решается задача при падении плоской волны на такую линзу. А у вас здесь плоская волна или гауссовая луча? И то, и другое смотрело, в данном случае плоская волна. Можно и гауссовая луча? Да, потому что у вас гауссовая луча, соответственно, будет. Кстати, у меня тоже идея и гауссовский луч, поскольку зеркало создает дифракцию фрунгофера, у меня будет не гауссовая. Близкие к гауссу у меня есть результаты, что они вначале, они... Нет, там гаусс есть, не считается. Да, вначале они схожие, но потом они различаются. То есть здесь не гауссов принципиально лучше попадать на линзу, а как раз по функциям веселя. Какой смысл вы вкладываете в терминологию результат расчет по формулам веселя? Ну, здесь несколько лишних слов. Просто расчет по формулам можно по функциям веселя. Мы можем в этой же программе получить поляризационную карту телескопа, который показывает, насколько велик уровень поляризации в зависимости от того, какой луч фокусируется. То есть падает поле Е и Y с интенсивностью единица, порождается поле X. Ну, тут, поскольку уровень поляризации невелик, просто видно, что немножко вот эти линии пошире, чем центральные. А так уровень поляризации вот где-то 2,5% Е и Y порождается, по крайним лучам. То есть для каждой из этих точек рассчитывается 1,5% и так далее. То есть вот на краю у нас имеется кросс-поляризация, в центре ее почти нет. Но если в среднем оценить уровень этой поляризации, он не слишком большой, где-то по мощности это минус 40 дБ. Это амплитудная карта. Ну, может, да, это амплитудная карта. Это фокальная плоскость? Это, по идее, да, может быть, фокальная плоскость. Ну, это, видимо, вот, наверное, эта карта скорее показывает плоскость, плоскость температуры зеркала и показывает вот эти те лучи, которые, более, уровень поляризации на тех лучей в плоскости температуры. Отраженно, да? Отраженно. То есть падает идеально поляризованная волна? Да, падает идеально поляризованная волна. И вот пишите. Телескоп, то есть это как телескоп? Идея, что он не может, да? Да. То, что телескоп, то есть искажение, которое телескоп. Да, искажение, которое дает телескоп. Это результат предметрический. Вот это действительно локальное пятно, видимо. А какой здесь размер? Вот, да, вот. 4 миллиметра, и к чему? Где-то, чтобы сережки поляризованы. Здесь вот карты телескопа. Выходим. Идеально? Это, вообще, скорее всего, это надо трактовать таким образом, что вот на зеркале телескопа, и здесь показаны отдельные лучи, то есть насколько искажается и поляризуется каждый из лучей, попадающий на телескоп. Они потом все собираются в пятно. Второе, это сам их детектор, то есть вторичное зеркало или первичное зеркало? Все три вместе. А это точно? То есть это картина в конце, в котором будет детектор находиться? Ну, в общем, да. То есть это все-таки поопробнее. То есть это, скорее, в пересчете на фокальное блюдо. От трех зеркалов. Тогда непонятно, вот это должно мне казалось бы просто геометрические размеры нарисованы, и тогда было бы понятно, если бы первые две голубки... Как это относится к сочетиндеальному размеру предполагаемого АЖ-детектора? А вот сейчас мы... А вот здесь масштаб по миллиметрам какой-то? Это миллиметр? Это нет, это относительно единицы. Это не миллиметр. Это относительно единицы. Но все-таки это... И все-таки это, мне кажется, это карта, которая... Программа строена, значит, карта, которая показывает входную апертуру телескопа. Это не пятно. Конечно, в итоге. Смысл такой. Круглое зеркало телескоп, у него входная апертура вот там... Ну, зеркало размером 1300 используется от этого зеркала где-то около 900 миллиметров. И вот по отношению к тем лучам, которые попали на апертуру входной телескопа, показано, насколько эти лучи реализуются. Лучи не реализовываются. Это у вас на выходе пока не будет. На входе, на хорном зеркале, на большом. Скачок на самом деле, наверное, это скачок не очень большой. Потому что если его вычесть из 360 градусов, вычесть 262, то это будет около 100. Просто так показано. Это будет программа. Эта программа, она перескакивает на 360 автоматически. Да. Поэтому здесь, если... На самом деле, эта цифра где-то соответствует, наверное, 300. Ну, минус 98 получается. Здесь градусов. Хорошо. Собственно, цель-то была какая? Нужно было оценить хотя бы порядок. Поэтому я говорю, что это результат предварительный, не те, которые можно считать окончательным. Оценить порядок этих принципов. Смотрим дальше. Момент следующий. Вот если мы используем линзу, то, по идее, правильно настроенная на максимальную острую диаграмму направленности линза обручает небольшую часть зеркала, третьего зеркала телескопа. То есть, иными словами, мы имеем высокую избыточность, если у нас используют по остроте диаграмм направленности, то есть, если у нас единичный баллометр, то он может облучить только небольшое пятно, что вообще говоря, нам не надо, нам бы надо облучать больше. В этом смысле линза, ну, или нужно ее расфокусировать изначально, или применять матрицу или несколько баллометров для расширения диаграммы направленности. Ну, теперь некоторые дискуссионные моменты, которые мне все-таки хотелось для аудитории высказать. Давайте с термодинамической точки зрения посмотрим на наши исходные постановки. Итак, что значит второе начало термодинамики в этой формулировке, что мы не можем передавать от менее нагретого тела к более нагретому телу. Если наша карта излучения космического пространства имеет где-то температуру 2,7 Кельвина, плюс-минус сколько-то, то это значит, что температура, созданная на ячейках, тоже не может превышать 2,7 Кельвина. Ну, при условии, что мы хорошо тут охладили до 300 миликельвинов. Вот здесь справа показано небо в клеточку, это то, что мы увидим на наших 900 ячейках, или 90 ячейках, в фокальной плоскости. Там должно быть 90 ячеек, а на каждом стоит балометр или матрица балометров. Температура здесь не повысится. Поэтому, если мы посмотрим на концентрацию мощности, то, в общем-то, с точки зрения плоской волны, мощность концентрируется в сотни тысячи раз. Электродинамика и оптика дают этот результат. Да, мы концентрируем мощность, собираем большой. А с точки зрения термодинамики, мы скажем, вы концентрируете, уважаемые, но температура-то все равно будет 2,7. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы должны как бы назад посмотреть результаты, а что такое плоская волна в нашем случае, есть ли она, и есть ли вообще точечные источники, на которых мы пытаемся построить что-то. Отсюда может получить следующее, что, во-первых, поскольку мы на телескоп падает не, мы не звезды смотрим, мы смотрим фоновое излучение. В этом принципиальная, наверное, разница. Звезда точечных источников здесь нет. Поэтому мы можем пересчитать фокальную плоскость через скопа, через некоторые интегралы сверток, и программы Zemax и другие позволяют это пересчитать, а можно это пересчитать просто через аналитические формулы, используя их, или создать картинку. Мы можем получить соответствующую картинку фокальной плоскости, соответствующей температурой. Там, конечно, никаких концентраций создать нельзя. Отсюда возникает ряд моментов о том, будем ли мы измерять и получать сигнал от точечных источников, или от рассеянного излучения. Потому что термодинамика не позволяет нам это сделать. Какая же реально волна падает на матрицу балометров? Ну, некоторые тезисы, с которыми можно соглашаться или нет, но, в принципе, они снимают это противоречие, поскольку они говорят о том, что, в принципе, точечный источник для нас тот, который меньше ширины диаграммы направленности. Все это точечные. Но что больше, это уже протяженный объект. И в этом смысле наш телескоп сужает, не повышает температуру и мощность на ячейках балометров, а он сужает диаграмму направленности. То есть чем лучше телескоп, чем больше линз мы наставим, тем меньше его поспространства, выше будет разрешение, но не мощность. Ну и последний момент, который вроде как слегка парадоксально смотрится, но в итоге тоже вполне оправдан, видимо. Скажем, какова диаграмма направленности матрицы балометров, как абсолютно черного тела? Мы стараемся, чтобы матрица поглотила 100% мощности. Какая ее диаграмма направленность с точки зрения антенны? Вот, с одной стороны, если абсолютно черное тело, можно сказать, что это изотропный излучатель, во все стороны одинаково имеет матрицу. А с другой стороны, с точки зрения того, что он детектор, вот эта матрица эквивалентна зеркалу, например, которая принимает волны плоские, концентрирует их в фокусе, а фокус поглощает. Здесь стоит маленький поглощающий полометр. Вот, извне это зеркало и черное тело видны совершенно одинаково. То есть, эквивалентная диаграмма направленности матрицы, как черного тела, она имеет очень высокий антенный коэффициент усиления, предельный, рассчитанным по известным формулам. В этом вот разность. Иными словами, наша матрица может иметь диаграмму направленности от круговой и до весьма узкой. Уже при 4 мм она узкая. И направленная диаграмма может быть в любую сторону. То есть, она поглощает со всех сторон. Ну, чтобы она еще так же излучала, это нужно, чтобы все эти баллометры возбуждались синфазно и так далее. В этом смысле расчет диаграммы направленности одиночного баллометра, и потом их суммирует. Нам ничего не дает, если мы не знаем фазу. То есть, мы можем получить любую диаграмму направленности из матрицы баллометров, задавая разные фазы возбуждения. Так они не синхронные у нас баллометры. То есть, мы будем принимать... Нет, если бы это был передатчик. Если бы они были как передатчики, используя теорию взаимности антенн, то тогда нам нужна фаза, и из этой фазированной антенной решетки мы могли бы получить любую. А поскольку они не фазированы, в этом-то их и плюс, что они принимают волу, что нет противоречия между узостью луча диаграммы направленности ячеек баллометров и зеркалом телескопа. Все, что зеркало пошлет на матрицу, матрица все съест. Все поглотит. Одиночный так работать не может. Там надо смотреть, какая будет линза у него. Расфокусированные линзы будут иметь диаграмму направленности шире и вроде как раз согласованную с зеркалом телескопа. Но при этом пятно будет, видимо, тоже шире, а баллометр точечный будет стоять в пятно и не сумеет поглотить необходимую долю почвы. Значит, я предлагаю поблагодарить докладчикам. Как обычно, вопросы? Можно? Да, по-равильности. Приведу, докладчик, поясните, пожалуйста, зеркала в телескопе у вас какое? И линзы сферические или цилиндрические? В телескопе Земакс первое зеркало сферическое, 2, 2 и 3 зеркала, которые дают параллельный межсобой пучок, они эллиптические, линзы сферические. Тогда я не очень понимаю постановку электродинамических задач, откуда там функции, пейси, 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 пейси. Хорошо, у всех вопросов. А пейси, поскольку идет дифракция на круглом отверстии, на диафрагме последнего зеркала в первую очередь, то есть на последнее зеркало падает плоский пучок лучей. Этот пучок лучей концентрируется в фокальной плоскости. Поскольку нет речи сопряженных плогостях, это дифракция фрунгопера, которая в этой ситуации как раз и описывается функциями пейси. Не могли бы вы просто уточнить общую восстановку задачи? Что вы, собственно, этим расчетом собираетесь? Собственно, вот этот расчет, как в помогательной какой-то мере, он должен был ответить на два вопроса. Первое. Какова ширина фокального пятна телескопа? Поскольку изначально, как бы, говорил, что это 4 мм. То есть чем она обусловлена? Обусловлена она неточностью, если это экспериментальный факт, что она 4, обусловлена неточностью изготовления зеркал, недостаточно хорошей юстировкой, или это обусловлено пределом дифракции. Вот сейчас стало понятно, да, если речь идет о 4 мм, это предел дифракции. Вот это. Ну, да. Собственно, подпочит. А расчеты дают те же самые цифры, что и моделирование. Второй момент надо было посмотреть, а как линза будет себя, вот с оптической точки зрения, как себя ведет линза, то есть какое пятно она создает. Но вы же линзу взяли как будто нефтимально, потому что известно, что есть вот такие диссертации Филипповича, например, там вот, подробно, с ландерворства, которые были написаны как лет 15 назад, или полночили до восточной. В общем, все эти вопросы анализировались, и там ответы уже даны, которые больше того. А у них не только, так сказать, уже практически используются, летают телескопы, в которых стоят. Нет, нет, с этим я совершенно согласен, да, здесь сейчас задача пока не ставилась на оптимальную линзу взять и получить минимальное пятно. То есть ваша задача была отработка методика, отработка методика получения начальных данных, которые просто невозможно считать ячейки балометров, если мы не знаем исходной постановки, то есть если мы не знаем, какой луч падает, с какими характеристиками, какое пятно и другие характеристики. Вот сейчас они более-менее стали понятны. С другой стороны, можно еще просто добавить по поводу неоптимальности линз, значит, если мы ставим, поскольку мы не ставим задачу оптическую, потому что создать наиболее узкий пучок в кремнии, в правильной форме, там сохраним, составил задачу поглощения, то в итоге все-таки будет поглотить в 10 раз больше мощности, чем попадает на баллоне. Задача как раз, я, собственно, это и подчеркиваю, что там задача, мне наставилось оптимально согласовать приемную структуру с излучением. И задача тоже, в общем-то, решена. Собственно, я это пытался только... Хорошо. А можно еще эту картинку показать, где распределение мощности и интенсивности по радиусу? Ну вот смотрите, здесь получается, что вся мощность где-то 2 миллиметра, 2,5 миллиметра, мы должны иметь 80% мощности, что хорошо. Но вот теперь, если мы распределим нашу баллометр-решетку, в каком размере лучше распределять, чтобы, а, ну, первой мощности получить, конечно, достаточно много, но второе, чтобы не окрасить, успокоит больше. Как будет поляризация? Дело в том, что крайние баллометры будут меньше получать в мощности, а если мы их соединяем, допустим, параллельно, но вот центральные, они будут получать близко к 100%, в крайние, там, процентов 50. Вот. Для поляризации, насколько это вот хорошо, где, куда мы должны уходить, на какой размер. 2 на 2 миллиметра, или лучше даже поменьше, немножко уменьшив мощность, но зато имея однородные результаты для всех баллометров. Вот эта картина рассчитана для случая, когда идет облучение точечного, когда точечный источник. То есть, когда плоская волна падает на телескоп. Да. Как только у нас, но точечный источник, это, условно, если бы мы звезду наблюдали и ставили такую задачу, то вот мы бы имели эту картинку, но мы имеем рассеянное излучение. То есть, вот к этой картинке надо добавить еще семейство таких же, которые, фактически, по пятно нам дадут чуть ли не относительно равномерное распределение. То есть, реально, мы не будем иметь вот такой вот проблемы. Это будет масса пятен, это можно все пересчитать через свертку аппаратурной функции телескопа, которые тут относительно равномерные. И тем самым и края подложки также будут облучаться. Ну, с точки зрения линзы, ну вот, по крайней мере, так, сферическая линза, в прошлый раз, вчера показывал, которая считалась, и которая, естественно, не оптимальна, но, тем не менее, концентрирует достаточно. У нее, значит, имеется симметрия. То есть, как бы, поляризация по осям вертик X и Y, по самим осям, она равна другу, крош-поляризация. Но, как только мы сдвигаемся относительно фокуса немножко, поляризация тут же подрастает. В центре она больше. Ну, не в самом центре, а вот на 50 микрон от центра мы сдвинулись, и она уже достаточно велика, эта поляризация. Когда это при точечном источнике, как только у нас источник не точечный, эта поляризация будет равномерно, относительно размазана по достаточно широкой области. Поскольку, собственно, и исходное это поле будет падать под разными углами. Да, линзу. Я, может быть, уточню немного этот вопрос. Вопрос такой. У вас есть в телескопе два параметра. Диаграмма направленности – это то, что связано с наблюдением точечного источника и плоской волны. Да, и поле зрения телескопа – это та область на небе, которая у вас более-менее на уровне 0,8 мощности, допустим, видна. Вы поле зрения не считали никаким образом. Тем не менее, реальный эксперимент «Бумеран» содержит матрицу, которая содержит, состоит из рупорок. И каждый рупор рассчитан на вот это все пятно. Он не сидит внутри этого пятна 4 мм. Он перехватывает все пятно. И в нормальном режиме нужно считать затекание в этот рупор основной мощности, всего пятна. Вот дальше распределение этих рупоров будет определяться полем зрения телескопа. И матрица этих рупоров должна давать фотографию неба. Значит, количественно известно действительно теорему вопросу, что изотропный источник нельзя сфокусировать. И какой бы у вас ни был телескоп, произведение телесного угла на площадь, здесь лямбда-квадрат там с какими-то стандартными коллицентами, константами, и ничего больше. Но вот поле зрения – это действительно существенная параметра телескопа. Что касается поляризации, то, конечно, дизотропная поляризация не появляется. А вот что касается отдельных пятен, то у них там действительно будет кросс-поляризация, если выходит из центра поля зрения, если где-то она на краю, паразитные поляризации, там нужно тоже считать аккуратно. Я так понимаю, вы ничего этого не делали. На этом-то не нашли пока только одну ячейку, которая всего их 90 у нас должно быть. Хорошо, значит, мне кажется, просто с точки зрения адаптации к реальному эксперименту, важнее было бы посчитать поле зрения и распределение интенсивности. Так, хорошо. Вот такие вопросы еще и мы за походу постановки с задачей. Если мы возьмем, вот действительно у нас есть вот фокальные, вернее, много фокальных пятен, новых полу, и фактически это одна возможная, ну, это может быть и рука, это может быть линза индивидуальная, фактически. И второй вариант, который, ну, что-то фактически рассматривается, это большая матрица, где каждый элемент отдельно... Согласованы с пятном? Да, да, создаем пятном. Но без линзи. Без линзи. Я вообще не очень понимаю, почему... Как она, вот я и говорю, вот будет ли она работать? Такое ощущение. Ну, это стандартная радиоэксперимент. Правильно. Но тогда-то там не будет вот этой концентрации, о которой мы говорили, фактически. Значит, есть ли у вас рука согласована с основным, как вы можете сделать пятно? А, ну, тогда-то будет. Тогда все там, куда надо пропадать. А если рупора нету? Вот мы фактически выбираем систему рупорубы или линзи. Это? Да. Значит, на сегодняшний день, я так понимаю, у Паула Дубернардиста, что это рупора. Да. У него этого выбора нет. Это понятно. Мы можем... Это не было. А? Нет, не было. А новой системы нет. Я до конца не понимаю. Есть только проект. Вокальная флота. Условно говоря, там блюдки 4 миллиметра. Условно говоря. Дальше мы можем ставить что угодно. Ну, не знаю. На мой взгляд, и судя по этому расчету, в первом приближении выгоднее ставить рупора. Вот стоят 90 рупора, они перехватывают поле зрения, и вы получаете карту. Дальше вы можете копить в одно место, смотрите, и уточнять эту карту. Это глубокий прокол. или вы катаете эту всю полоску по небу и набираете статистики. Ну, это то, что у нас так с временем задумывается. Да. Так вот, там есть два режима, в принципе. Они ставят и задачи по отдельным источникам. А, в принципе. Есть не только реликтовые задачи. Есть задачи по межзвездной среде и там еще чего-то. Вот, далекие источники можно смотреть, все-таки точечные. Но в первом приближении, если говорить по реликту, то у вас должна быть достаточно широкая полоса, и в режиме прохождения она пишется. Здесь, по-моему, оптимальным является система рупорок, матрица, балометров, перехватывающих, все поле зрения. Чему равно поле зрения при данной оптике? В общем, можно посчитать даже приближение геометрической оптики и без особых разбирательств теоремы и термодинамического равновесия. А как это сделать? Нет, ну это уже было. Но когда нам с нейблеру пора. Ну как, и стерла делать технологические, и поэтому мы рассматриваем другие варианты. Очень сложно стыковать подборку, делать на мембране. Там другие проблемы возникают. Значит, но, по-моему, линза, надо посмотреть, как линза будет искажать поле зрения. Но, по-моему, линза будет сильно заформировать поле зрения, сильно искажать картинку. И с точки зрения реликтовой науки, это будет... Здесь идет речь не о том, что линза преобразует все в поле зрения, а о том, что она... Это означает, что линза может быть как дополнительный вариант использования на всей машине для точечных источников. Вот мы разделяем науку на релик. И вместо рупора... Вместо рупора является линза. Матрица, матрица, линза. А, тогда 90 линз. Да. 90 линз, пожалуйста. Если тогда перескать, 50 вариантов. Вместо линзы мы не хотим ставить линзы, потому что там много проблем. Допустим, тогда вот мы заменяем вот это 4 мм, мы ставим там решетку балометров. Там 2 на 2 мм, 3 на 3, которые все это поле должна принимать. Вот как насчет такого варианта? Ну тогда 90 таких решеток. Конечно. Это возможно? Да. Опять же, тогда внутри надо считать, как края заваливает эта линза. Что там? Линзы вообще нет. Под поглощающий элемент на месте этого пятна. Целиком. Ну вот. Покрываете все. Нет, я понимаю, что это для того, что на процент заполнения нужно считать. Понимаете? Вот пятно 4 мм заполнить балометрами. Или пятно 1 мм заполнить балометрами. 16 раз меньше балометра. Или для вас это не проблема? Нет, это не проблема, но там даже можно пропорционально делать. Есть экономия некоторая. Да. Ну, допустим, так. Да. Так если можно делать сплошную балометрическую матрицу на все поле зрения без линз, и не рупоравка, пожалуйста. Ну вот мы ищем разумный компромисс. Где-нибудь 2 на 2 мм. Вот такой вот примерно размер. Поле зрения у вас на самом деле 20-30 мм. Выфер 150 мм. Вам же нужно корень из 90 это 9. Почти 10. Значит, у вас 2 мм один элемент. И вам нужно 10 таких. 10 таких матрицы. 10 на 10 получается. Да, да, да. Ну, пожалуйста. Ну, это просто как... Где не проблем? Прямо на одной пластине делаем. Ну, это как обычная фотоматрица. Да, да, да. Вы сделаете обычную фотоматрицу. Нет, это мы можем делать. Мы сейчас с коллегом обсуждаем вопросы оптимального размера. Тогда может быть. Если нет. Хорошо. Так, ну все тогда. Мы с этим... Спасибо за горячее обсуждение. Мой доклад как раз и был направлен на то, чтобы вызвать такую дискуссию и рассмотреть разные варианты, а не как на представление неких законченных решений. Хорошо. Так, следующим выступаем. Это Семенов. Да? Слуха, да, да. Да. Ты тут? Ты тут? Представлю меня. Картинка красивая. Добрый день. Я поговорю о совсем технических вещах, а именно о неком экспериментальном стенде, который предназначен для того, чтобы проверить, как скажет поляризацию и все то, что находится между последним телескопом и, собственно, детектором. Вот он таким образом называется. И так выглядит содержание. В общем, основная проблема, которую приходится решать, создавая такой стенд, это оптимизация оптимизация оптичной цены и технических характеристик. И вот для того, чтобы это сделать, надо начать как с технического задания, чистый инженерный подход. Вот техническое задание выглядит примерно так. И основная вещь, то есть основная параметра, о которой идет речь, это вот то, что называется поляризационное разрешение, или по-другому на языке специалистов на жаргоне это называется либо эсколку располяризации, либо экстинкшен рейш, это первеночные отличаются на внутри децепела. Ну, это, в общем, данные ситуации очень существенно. Но речь идет так или иначе вот об этой цифре. И она практически означает, что ежели вы посылаете, ежели у вас есть детектор, ежели у вас есть детектор с двумя каналами, один канал реагирует на такую поляризацию, другой канал на такую поляризацию, вы посылаете некое неизвестное вам излучение на этот детектор, и рассмотрите сигнал вот этих двух каналов. Теоретически, если все идеально, эти два сигнала говорят вам о том, каковы компоненты поляризационные в входном излучении, такая и такая. Дальше, ежели детектор идеальный, то вы получаете идеальный ответ на ваш вопрос, а ежели детектор не идеальный, или ежели по дороге между первым зеркалом телескопа и вашим детектором стоят неполезающие элементы, или элементы так или иначе поляризацию искажающие, то ответ будет неодекватный. Так вот, задача состоит в том, чтобы все, что по дороге, сделать таким хорошим, чтобы оно, по крайней мере, не искажало. Ну, а дальше, все остальное, это вот только что обсуждаемая фокальная плоскость, еще намерен, сейчас спок с ним, это угол, это частота, ну, и вот, ежели посчитать, посмотреть эти цифры, я просто получил в какой-то момент в качестве квазитехнического задания, на самом деле, вот эти две цифры не гауссовые, то есть гауссовые выглядят вот так, ежели взять 19 градусов, полный угол, половина будет 9,5, и тогда гауссовая плетяжка 1,4 мм, а не 2, но это все в отделах, как сказать, деталей, а дальше рассматриваются два варианта, это либо линза, которая встает на место вот этого фокального бетна, либо некий array, который, опять-таки, закрывает это самое фокальное бетно. Я всё время сейчас говорю только об одном фокальном бетне, это вот возвращаясь к предыдущей дискуссии, а вовсе не о нескольких пятнах, расположенных в пределах поля зрения телескопа. То есть мы сейчас работаем с одним фокальным бетном, который у нас есть на оптической оси, и вот о нём только и говорим. Теперь, возвращаясь к стенду, что экспериментальное решение, в общем, практически единственное, тривиальное, оно состоит в том, что вам нужны модельные источники излучения. Слева два варианта. Представлены один узкополосный, когерентный, другой широкополосный. Соответственно, обычно так устроена жизнь, не обязательно, но в большей части так, что у когерентного источника поляризация линейная, тут показано, а у широкого шумового или теплового температурного. Она практическая. Дальше вам нужно преобразовать излучение того или другого источника таким образом, чтобы оно было более-менее собрано на исследуемом объекте. Для этого вам нужно преобразовать это излучение, ну и заодно уже на этом этапе контролировать поляризацию. Дальше, поскольку это плазилочка, то здесь вы получаете уголосный пучок и объект, который вы исследуете, вообще хорошо помещать в перетяжку, тогда, по крайней мере, у вас будет информация о том, как он искажает поляризацию, находясь в плоской волне. Конечно, в реальном телескопе все эти поляризующие элементы находятся не в плоской волне, а так или иначе сходящиеся или расходящиеся пучки. И поэтому адекватность такого теста может быть немножечко неполна, но, ежели уж не в такой тонкости, тогда соответствующим образом нужно двигать исследуемый образец в пределах этой картинки, влево или вправо, так, чтобы он оказывался соответствующим сходящимся или расходящимся пучками. Это, в принципе, тоже возможно, но, конечно, усложняется всю эту конструкцию. Дальше, после исследуемого объекта, вам опять нужно проконтролировать поляризацию и собрать излучение на детектор, который тоже возможен в двух апостасях. Либо это обычный видеодетектор, либо это гетеративный приемник, наверху показан, но в этом случае нужен гетеративный анализатор спектра. А дальше будут показаны три возможные комбинации, которые были наиболее привлекательные из источников и приемников, привлекательные с точки зрения минимизации головной боли. То есть, вы можете использовать кооперентный источник и принимать его либо обычным широким детектором, видеодетектором, либо гетеродинным приемником. и можете использовать широкополосный и принимать его, соответственно, декоративным приемником. Я не сказал с самого начала, что, в принципе, изначально задачка формулировалась не только как задача изучения депритализации, но еще и спектра, то есть того, как эта депритализация меняется в пределах, скажем, ширины плюс-минус 10% от центральной частоты, скажем, от 300 до 400 кайферс, поэтому вот такая комбинация не играет, в этом случае вы получите сразу весь спектр своего источника, и это неинтересно, поскольку при этом теряется возможность депритализации. Вот имеющее место быть в варианте. Дальше следующий шаг – это, собственно, оптимизация цены и качества активных элементов такой конструкции, первое – это вопрос, что используются линзы или зеркала, это то, что преобразует излучение, соответственно, если вы работаете с зеркалами, то обычно это опекция с параболиками, параболические зеркала, неосевые, для того, чтобы сделать с помощью таких зеркал, мыть с гауссовом пучка опять гауссов и вместить туда исследуемый объект, уже как минимум два зеркала, чтобы, соответственно, после исследуемого объекта собрать, опять же, управлялся пучок и послать на детектор нужно еще два зеркала, совокупности четыре требуется на установку, если работать с линзами, то только две. Ну и дальше стоимость, которая отличается на порядок примерно, и причина отличия состоит в том, что, когда вы делаете постык заказа пропортического зеркала, изготовитель вынужден сделать сначала железную всю параболу с вашими параметрами, а потом из этой параболы будет занимать высокая, соответственно, стоимость зеркала, начиная дошкальник, деже она не сидит. Ну и, собственно, все остальное не важно, за исключением, пожалуй, от одного мелкого неприятного обстоятельства, когда вы работаете с линзами, там стячем углу, возникают всегда, и приходится их либо блокировать, либо аккуратненько поворачивать фазиортические элементы под углом к оси установки, чтобы эти стоящие волны брать. Ну и такие вещи будут известны и технически его троллируемые. Дальше Афдар. Ну, в результате вот решение, это поли-линзы, заказали мы их в Тайфексе. Дальше поли-лизатор. Вот здесь началась самая интересная история. То есть поли-лизатор нужен, по крайней мере, такой, у которого его, собственно, это самое extinction ratio, то есть отношение пропускания родной и неродной, поли-лизация существенно лучше, чем та точность, которая требуется от установки. Причем эта разница, на самом деле, порядка пяти децибел. Потому что, ну, то есть там есть всегда статистический развод по измерениям, если у вас два гаусса перекрываются, то, чтобы, скажем, получить точность лучшему, можно раздвинуть гауссы на как минимум три ширины этого гаусса, а это как раз и дает добавку в пяти децибел. Поэтому, скажем, ежели хотеть иметь точность установки 25, то точность поли-лизаторов нужна около 30. Ну и вот, что есть на рынке. Это вот Тайдекс Петербург. Ну и вы видите, что они показывают пропускание почти у всех поли-лизаторов родной поляризации выше 90%, поэтому эта вещь никакого не ограничивает. Единственным существенным параметром остается именно степель поляризации, или вот Экспол, или, пусть, и выше, и раньше. Ну и вот вы здесь видите, у них там порядка 99% в интересующем нам диапазоне чистоту. Ну и все остальное более-менее разумно выглядит. Ну и вот эти 99,5% это вот такие вот децибелы. Дальше есть микротех американский, ну то есть он американский по местам прописки. Значит, это вот то, что они предлагают. Казалось бы, цифры просто обалденные. Вот завтра можно покупать. Но там есть проблема. Это известные вам все меграфановские сетки из проволок параллельно намоток на круглой оправке. Есть проблема. Это вот параметры, собственно, отдельных поляризаторов, которые продаются. А это параметры устройства, измеренные самой же фирмой, сделанного из двух таких поляризаторов. Видите? Это две сетки. Одна вращается, вторая нет. Вот тут вот 3 на 10 минус 3, и это только минус 24 децибел. Дальше есть UMC, Twin Mary College, в Гуинфан Англии. К сожалению, мне не удалось добыть их, собственно, валлиризационных характеристик. Хотя, честно говоря, мы им не покупаем сетки для работы в питании. Но они делают практически то же самое, что в микротехах, но только проволочки у них не висят в свободном пространстве, а наклеены в поглошке. А так, размер проволок и расстояние между ними в полной мере соответствует тому, что делают микротех, они должны быть делом меньше, именно по той простой причине, что проволочки не висят в воздухе, а наклеены в фиксированном. Ну и вот, а дальше цена-качество. Вот видите, как это выглядит. Значит, цена зависит еще, естественно, от дырки на просвет. Чем она больше, чем сетка дороже. И вот цены. При этом, с учетом того, что я показывал про две сетки, про устройство из двух сеток, оказывается, по моим таким внутренним понятиям, что Тайкс, похоже, даже лучше. Ну, по крайней мере, сопоставимо. Я просто хочу сказать, что в конце концов, похоже, на рынке нет ничего, что годилось бы для того, чтобы сделать установку с опуляризационным разрешением улучшить 30 децепел. Это было наше предварительное заключение, после чего мы решили оптимизировать цену и приобрели эти самые сеточки в Тайкс. Вот результат. Это вот сетка показанная. Ну и вот вы видите, неожиданно оказалось, что Тайксовские результаты вроде бы даже лучше, чем ожидалось. Они, правда, не умеют мерить у себя фирменные частоты хоть на длинах ООН больше 10 микрон, поэтому измерения, которые они делают, это 8 микрон. Но вот здесь, видите, они намерили 100, обещая 35-40. Ну и, в общем, нежели Тайкс так хорошо, то ожидается, что в 300 МГц будет, по крайней мере, уже даже увеличить. Что такое 100%? Что такое 100%? А 100% это не 100%. Это вот это самое эксим, что мы говорили X-Co. Это вот это отношение правильной поляризации к удвоенной и неправильной. Сейчас еще раз извините. Это отношение пропускания правильной поляризации к удвоенному пропусканию неправильной. То есть Тайкс это пропускание... 100%? А... Так, 100%? тогда снимаем с этой проблемой, хотя я чуть не обратил на них внимание нет, ну хорошо, тогда давайте вот сюда смотреть, то есть действительно все в порядке, вот тут проценты, степень поляризации но они вроде бы получили то, что обещали да, действительно черноватый, не обратил внимания с другой стороны, я думаю, что ошибка вот здесь находится, потому что просто величина, которая тут получается это не проценты, это отношения голые, вы видите, что на инстиме коронах это уже больше 100 я так интерпретирую для себя эту табличку, что они ожидали 35 сетей, получили 100 этого отношения это то, что было в результате сделано, ну или, скажем так, запланировано сделать в качестве источника использовать некий умножитель это вот епархия Саша Клушина, я тут очень схематически понимаю, как жизнь устроена, но в конечном счете это умножение, который вот тут вот на выходе из рукополнового воплевывает 300 гигагерц, их можно сфиксировать в частоту некоторых пределов вот, а дальше все двигается через первую линзу, поляризатор, исследуемого объекта, еще один поляризатор, еще одна линза еще один поляризатор и выпадает на приемник, который тоже гетерогенный вот здесь гетероген, видите, и в конечном счете выход на анализатор дальше как-то все выглядит, получи собранную кучу а, ну да, сначала мы все это проверили в простой конфигурации, попробовав в качестве источника гетерогена и слева приемник на обычном планарном диодешетке, чтобы просто настроить схему то есть запуск и эксплуатацию такого рода штуки, состоит обычно с двух этапов то есть сначала нужно построить оптику аккуратно вдоль одной оптической оси это может делать с каким-то детектором, а потом нужно подниматься более точной контрастной поляризацией вот на чем душа успокоилась, это все железо было практически заказано в том же самом, не в станде и железо было заказано в фигуре стандо, а ключевые элементы поляризаторы и линзы, это да и все ну вот, собственно, и все а дальше осталось эту штуку более-менее распортизовать, характеризовать и передним измерением а более конкретно это вот план действий на будущее, в который включают юстировку то потом создание некого софта, который будет более-менее автоматически мерить, писать ну это означает, что будет вертеться объект, контролируется глупого ворота и соответственно написаться сигналом конструкции глупого ворота и там над следующей ступенькой следующая частота то же самое и так далее и получать матрицу и частоту и для каждой частоты зависит от того, как была поляризация и пропускание исследуемого объекта но то, что мы хотим еще попробовать, это комбинация источника то есть лампы обратно в качестве источника и гармоничного смесителя и альтернативного нажителя, в общем это уже мелочи жизни и дальше вообще было бы полезно, на мой взгляд, проделывать нечто похожее при нескольких температурах поскольку, как это совершенно понятно, вот свойства этих всех объектов, которые изучаются в комнатной температуре и в 4 градусов вполне могут быть различными, хотя бы из-за банальных эффектов мы будем отполагать шею на плацент спасибо спасибо так, вопросы все так все-таки было изложено, что тоже вопросов мало, ну пожалуйста мне такой вопрос хотел не задать виду бывшему, выступающему, но как-то уже много было обсуждений мне, значит, как слушателю, мне интересен следующий вопрос значит, задача, которым должно служить все то, что здесь разрабатывается на некотором уровне уже решена и за это несколько лет назад Джон Мазер и Смут получили Нобелевскую премию поэтому очень хочется, чтобы в результатах, которые здесь предлагаются было какое-то сравнение и сопоставление эти задачи они все равно решили я так думаю, что мы хотим решить на более высоком уровне и получить дополнительный результат, который они не смогли получить но этого я не вижу в общем-то, они в основном работы опубликованы в открытой печати и, значит, это сопоставление было бы очень полезно для человека, который очень понятно а что мы дополним, как мы получим результат ну бывает, это вопрос по слову по интервью никому нет, но я думаю, что чисто философски ежели вы делаете новый проект, который зацелен на измерение и более-менее вещей, которые уже были померяны то единственный прогресс, который почти единственный который может достичь это сделать это более аккуратно вот, собственно, по моим представлениям это единственное вообще поляризация не видит это в прошлый год это все уже Нобелевскую премию дали за то, что уже давно сделано и уже как бы никому не нужно нужно смотреть дальше Последние измерения, по-моему, не было в 2002 году так что это не так Ну, это все равно но это по инстерапии случайно поляризацию вообще не мерят Уже после этого Бумеранг мерил поляризацию МЭК мерил поляризацию Они сделали первый эксперимент Уже это было внесено в достижение десятилетий Саня И еще один... Сейчас, этап прогулка Бумеранг дальше хочет мерить То есть они смотрели бэкграунд Сейчас они хотят не такую престижную, но важную задачу Смотреть фориграунд Чтобы определить бэкграунд Нужно очистить Смотреть фориграунд Ну вот это текущая работа просто Великопределённое перерывование с хорошим разрешением Хорошо Я думаю, что этот вопрос надо вынести на дискуссию В которой она будет общая Как оценка вообще комплекса всех работ Сделанных в этом плане А не конкретно к данному докладчику Да, конечно Еще раз Еще один момент я вам отсчитаю Есть уже которые На орбите работали в свое время Факт И сейчас Вот что планируют другие Что ожидаются И что мы можем Делать лучшее Я думаю, что это будет доклад сегодня по гумерангу следующему, и тогда как раз это может быть еще. Хорошо, спасибо.